развитие северного морского пути задачу которую ставят президенты очень серьезные грандиозные планы в этом отношении что необходимо еще сделать государству и всем заинтересованным сторонам для того чтобы добиться вот этого результата в прошлом году было перевезено 34 1 10 до миллионов тонн ближайший показатель у нас на 24 год 80 миллионов тонн да и все необходимое для того чтобы эти перевозки осуществить делается большой рост планируется в 24 году за счет реализации проекта восток ойл это плюс 30 миллионов тонн к существующему грузопотоку то есть нет сомнений что это будет выполнено точный срок идет набор людей идет набор идет завоз грузов по реке по морю и вот этот проект да которая лежит в основе увеличение грузопотока он будет реализован соответственно проекта новотека которые реализуются да и вот терминал утренний стартующий на следующий год это порт собета участок 2 терминал утренний который строительство сооружений углубление строительства портовых сооружений осуществляет корпорация росатом и гидрографическое предприятие вот вот этого портового комплекса одновременно со строительством завода он также даст до определенный грузопоток но это все послужит как раз реализация целевого показателя 80 миллионов тонн то есть отвечая на ваш вопрос да резюмируя можно сказать что все необходимое для того чтобы реализован был показатель 80 миллионов тонн в 30-м году 150 миллионов тонн но как раз заложено в план развития северноморского пути который 1 августа прошлого года был принят а инфраструктура севморпути насколько сейчас готова для таких серьезных объемов основной основной проблематикой период перевозок является в первую очередь наличие судов именно с конца 24 года планируется круглогодичная навигация но она планируется именно на основе перевозок как раз углеводородов в первую очередь это спд новотек да далее опять же повторюсь это проект восток ойл который планируется перевозки сырой нефти танкерах все это суда ледового класса которые будут работать по системе черт челночного судоходства то есть суда ледового класса которые изначально более дорогие более капитала емкие работают только на участках там где ну скажем так тяжелые да и вот с точки зрения восточного сектора арктики это вот диксона и в сторону мысо-дежнево где наиболее тяжелая проходимость далее после выхода за границы смп суда перегружаются груз перегружается судов ледового класса на кондициональные обычные суда которые уже разводят груз ну скажем так заказчикам потребителям и вот именно челночная модель судоходства она лежит в основу круглогодичной навигации в арктике именно для перевозки эти суда создаются создаются по плану они законтрактованы они строятся и я думаю что именно на основе наличия транспортных емкостей можно говорить о реализации транспортных мощностей правильно сказать можно говорить о реализации то прозвучало что порт собета морской порт собета наиболее подготовленных что ли в этом смысле на самом деле так это единственный в мире морской плат порт где в основе своей лежат не волнозащитное сооружение оледозащитное сооружение морской порт собета имеет три участка там где реализуется проект ямала спг это порт собета участок номер один напротив него в ска губе строится терминал утренний проект арктик спг-2 и есть участок порта собета номер три это месторождение новый порт который эксплуатирует газпром нефть и откуда она вывозит арктическую нефть непосредственно уже как раз арктическими судами на перевалку на кондициональные суда как говорил раньше и вот порт собета состоящий из трех участков каждый по своему оригинален отличается еще раз повторюсь тем что этот порт где происходит первую очередь с точки зрения стихии борьба со льдом не борьба там с новыми какими-то да и тректовыми явлениями но просто обе то строится развивается вот три участка они заложены вас в план и у них имеются четкие сроки реализации вот несколько раз прозвучало круглогодичное сообщение посев морпути это же ну очень серьезного масштаба события как о сенсации можно говорить прошлом и в позапрошлом году были проведены пилотные рейсы которые в принципе дали возможность говорить о круглогодичной навигации посев морпути именно на базе судов арктических высокорктического класса арк-7 способных преодолевать лед более 1,7 метра без ледокола эти рейсы проходили из поддержки ледокольной которая обеспечила безопасность и без ледокольного сопровождения средняя скорость достигала без ледокола до 10 узлов рейсы такие были в январе проходили в мае они проходили уже с поддержкой ледокола но по сути своей они показали что в течение зимнего весеннего периода наиболее сложной ледовой обстановке проход судов по восточному сектору северно-морского пути возможен именно на постоянной основе это были перевозки с грузом этот был проход танкировка завозов со спг в юго-восточную азию и обратно в этом году вот три планируются рейсы да вот капотажного а что перевозится этими рейсами как какие грузы в основном это очень интересный проект который реализовывается с прошлого года потому что еще раз напомню по сути дела северно-морской путь в данной ситуации дублирует транссиб дублирует участок бамма и способен в будущем при правильном развитии организации перевозок стать дублером и решить проблемы восточного полигона сейчас перевозки осуществляются на единственном мире атомном легтировозе северпуть который входит состав атом флота то судно перевозит и контейнер и генеральный груз и в основе перевозок прошлого года да если их структурировать это были негабаритные грузы которые шли назначением на дальний восток на камчатку и в находку и это дало возможность грузовладельцам не вести эти грузы либо по советскому каналу либо вокруг африки да это соответственно экономия стоимости экономия времени потому что эти части кранов негабаритные которые мы перевозили их на железной дороге перевести просто невозможно и вторая категория груза это экспорт который раньше уходил через порт санкт-петербург на запад на регулярном контейнерном судоходстве поскольку сейчас морские линии западные ушли из россии соответственно грузопоток экспортных товаров он опять же падает на восточный полигон создает достаточно большую проблематику с точки зрения прохождения сроков стоимости и большая часть груза была контейнера с экспортом безопасность перевозок по северному пути наверное самый главный вопрос сейчас на сколько уровень безопасности обеспечен и что планируется сделать ближайшие годы проблем безопасности перевозок по северному пути они заложены в план развития северного морского пути они состоят из нескольких частей первое это наличие аварийно-спасательных судов то есть мы прекрасно понимаем чем больше флота у нас двигается в тяжелых опасных ледовых условиях особенно если мы говорим про круглогодичную навигацию тем больше вероятность возникновения какого-то аварийного случая который может быть нивелироваться только аварийно-спасательным флотом точки зрения развития арктических проектов того что происходит на земле это опять же пропорционально развитие центров мчс которые могли бы до в зонах максимально рискованного производства продукта гарантировать определенную степень безопасности с точки зрения навигационной транспортной безопасности опять же очень важно правильно прогнозирование метео ледоусловий это вопросы наверное до кросс гидромет у и кросс космосу потому что они запускают спутники в необходимом количестве которые должны покрывать из правильной частотой там не реже 8 часов в сутки 8 часов с периодом подавать информацию о изменении ледовой обстановки гидрометеологической то что раз одном разрабатывает единая платформа цитровых сервисов это платформа которая будет аккумулировать всю эту информацию и предоставлять судоводителям судовладельцам оператором флота правильные прогнозы это самый главный залог безопасности то есть избегать рисков до избегать проблемных мест и оптимизировать маршрут то есть мы одновременно повышаем безопасность путем правильного прогнозирования и увеличим коммерческую скорость таким образом делая перевозку более быстро более рентабельно поэтому безопасность опять же до обеспечивается правильными прогнозами с высокой вероятностью погодных условий наличием спутниковой группировки которые обеспечивают поступление эту информацию дополнительно надо сказать про связь потому что покрытие зоны смп связью и скоростным интернетом это тоже возможность получить информацию передавать данные достаточно быстро и оперативно но и наличие аварийно-спасательных судов центров мчс все это заложено в плане развития морского пути но более-менее двигается по графике все говорят о глобальном потеплении как вы считаете насколько этот фактор повлиял на то что сообщение после морпути стала круглогодичным то есть влияет как-то потепление или это все-таки технологический вопрос у меня прокомментирует информацию которую мы получили от институт арктики антарктики передачи нам 50-летнего прогноза развития ледовой температурной модели смп так вот с точки зрения последних наблюдений зима в арктике на северном морском пути не стала короче и не стала менее ледообразующей а вот период летней осенней навигации стал более чистым от ото льда скажем так то есть летом плавать стало легче зимой условия не изменились особо